Итоги работы Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки подвели на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Специалисты ведомства курируют более 14 тысяч горожан. Среди них и дети-сироты, и ветераны Великой Отечественной, и малообеспеченные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья, а также другие группы, которым положена социальная помощь и различные пособия. Специалисты департамента участвуют в реализации сразу нескольких национальных проектов, среди которых демография и здравоохранение. Также в городе под контролем ведомства реализуют 10 муниципальных программ. В 2022 году в городе оказывали 69 мер поддержки, а в этом добавятся еще три. Помимо этой масштабной работы, специалисты департамента взяли шефство и над семьями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. В настоящий момент приоритетным управлением стало оказание адресной помощи семьям военнослужащих, принимая участие в специальной военной операции. В рамках реализации общероссийского проекта взаимопомощи мы вместе. Работают бесплатные федеральные горячие линии. С сентября 2022 года волонтерами городского округа Самара, которые около 500 человек, исполнено более тысячи обращений. На еженедельном совещании глава Самары Елена Лапушкина также обратила внимание профильных специалистов на качество уборки снега в городе. Мэр отметила, что в каждом районе есть замечания по уборке приладковой части дорог, а также расчистке дворов и внутриквартальных проездов. На заседании рассмотрели и отдельные адреса, на расчистку которых обращали внимание жители в социальных сетях. Елена Лапушкина призвала глав районов устранить недочеты в ближайшее время. Зима не такая снежная, но тем не менее с нас эту основную работу никто не снимал. Объезды районов настаиваю, чтобы вы лично ездили по району, по дворам и смотрели. Также глава города призвала руководителей службы благоустройства обеспечить выход людей и техники руководствуясь состоянием подконтрольных территорий, а не наличием осадков в тот или иной день. И поручила внимательно контролировать работу управляющих организаций. Если компании будут некачественно выполнять свою работу или вовсе ее не проводить, то к таким коммунальщикам должны быть применены соответствующие меры. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.